Новогодние поздравления в Рязанском геронтологическом центре имени Петра Мальшина стали хорошей традицией. 30 декабря свои подарки передали ученики 21-й школы. Наборы сладостей им помогли купить взрослые, а дети подписали каждому проживающему здесь человеку именную открытку в свободное от уроков время. Я со своими одноклассниками приняла участие в благотворительной акции. Мы с удовольствием подписывали открытки для пожилых людей. На наш взгляд им приятно получить внимание перед Новым годом, особенно тем, у кого осталось мало родственников. Мы поздравляем их с Новым годом и желаем им крепкого здоровья и душевного тепла. Проживающие здесь люди остались очень довольны подарками, передав школьникам, а по случаю и всем рязанцам ответные поздравления. Вы знаете, у нас столько эмоций, не передать, какое было настроение. Вот. И детям такое пожелание, чтобы они были такими внимательными. Чтобы они хорошо дружили между собой, любили друг друга, отношения, чтобы были хорошие. Вот. Не занимались чем-то плохим. С Новым годом, с наступающим. Любви, с самого большого любви и счастья. Особенно женской половины. Любви по самой некуда. Последние три года в этом учреждении реализуется программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этому качество жизни пенсионеров находится на хорошем уровне. Здесь самое главное – изменение подхода к уходу за проживающими, за тем, как осуществляется уход, за тем, как организуется их досуг, как организуется их день. И вся система реабилитации и оказания социальной помощи. Я хочу сказать, что за последние три года вообще в сфере ухода за пожилыми людьми в Рязанской области сделан очень большой прорыв. И наше учреждение, как одно из учреждений, на базе которого реализуется этот пилотный проект, очень много делается. Каждый день у пенсионеров полон событий. Некоторые из них поют в хоре и гастролируют, а также занимаются волонтерством, помогая таким же пожилым людям. Другие уже не первый год укрепляют свое здоровье и мышцы верхнего плечевого пояса, занимаясь скандинавской ходьбой. Часто выезжаем на природу, в парки, ходим с палочками. Бабушкам нравится. И они, кроме того, они уже освоили технику, они встают утром и два-три кружочка проходят. А кружочек у нас 400 метров здесь. То есть километр 200 – это, знаете, хорошая нагрузка. И у них уже настроение другое. Им это нравится. И мне нравится с ними заниматься. Лежачие и больные здесь тоже окружены вниманием. К ним регулярно приезжают волонтеры и студенты, организуют для них выступления и досуг. В целом, каждый пенсионер из тех, с кем нам удалось пообщаться, отметил хорошие условия проживания, говоря о том, что руководство делает очень многое для этого. Это мой дом. Родной уже мой дом. Ну, мне здесь хорошо, уютно и тепло. У нас очень хороший коллектив сотрудников. Спасибо им огромное. С Новым годом я их поздравляю. Желаю здоровья, счастья, терпения. Все проживающие Мальшинской богодельни очень благодарны и тем, кто поздравил их в преддверии Нового года. Ведь для них ценно каждое доброе слово, каждый знак внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин